Начинаем, начинаем, мы частушки матомпеть, продолжаем, продолжаем, мы над призмой, блин, офигеть. Недопустимый номер, полиция, недопустимый номер. Алло. Здравствуйте, это 1202 Степанова, чем вам? Еще раз добрый вечер, Степанова, вот никак не можем дождаться, звездная, один магазин призма. Ага, спасибо большое. Начинаем, начинаем, мы частушки матомпеть, продолжаем, продолжаем, мы над призмой, блин, офигеть. 23 апреля 2021 год, был я здесь 19 апреля, совершил покупку продуктов питания на сумму 9662 рубля. И качественным, непросроченным оказался только большой майонез Ряба, стоимостью 149 рублей 90 копеек. На примерно 9510 рублей товары оказались встекшими сроками годности. Я одному знакомому подарил две банки камчатских крабов, стоимостью по 2880 каждая примерно. 503-ю статью гражданского кодекса здесь не читали. Ссылаются на 18-ю статью закона защиты прав потребителей, где сказано, что покупатель обязан предоставить товар обратно и так далее. Не знаю, каким образом сдать анализы, или его обратно не к столу будет сказано. Извините, кто сейчас завтракает, обедает, ужинает. Но они не понимают, что здесь в силу вступает 503-я статья гражданского кодекса, которая четко и ясно говорит, что вследствие использования покупателям полностью частично товара, потери им органолептических свойств, прочих подобных обстоятельств, товарного вида, продавец при возврате денег за некачественный товар не имеет права вычитать из суммы возврата стоимость, на которую понизилась стоимость товара. Так вот, я вынужден был съездить на такси к этому знакомому, забрать баночки из-под товара. Заняло это какое-то время, очень много масла просроченного. Ну и пойдем, предупредим граждан о том, что магазин реализует товары с истекшими сроками годности, равно некачественный и опасный для жизни и здоровья граждан товар. Недопустимый номер полиции. Недопустимый номер. Алло. Здравствуйте, спец. Еще раз добрый вечер, Степанова. Вот никак не можем дождаться звездное, один магазин «Призма». Сделанную улицу один магазин «Призма». Я подрабатываю вам с отрубником, хорошо? Ага, спасибо большое. Вынем этот туфляк. Вот у нас есть чек, в конце концов. Он подтверждает покупку всего этого дерьмища. Ну и, я думаю, нужно сообщить покупателям об этом, чтобы покупатели не попали в такую же ситуацию. Покупатели, будьте осторожны. Данный магазин реализируют товары с истекшими сроками годности. Магазин реализирует товары с истекшими сроками годности. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализирует товары с истекшими сроками годности. Будьте осторожны. Это ютубер, да? А? Это ютубер сзади идет? Ну, может. Я-то не имею ничего против съемки вообще, сфигеть. У меня это право товары. Вообще ничего не имею против. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Абазин реализирует товары с истекшими сроками годности. Бурчанки сроки годности проверяйте. Магазин торгует просрочкой. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализирует товары с истекшими сроками годности. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализирует товары с истекшими сроками годности. А это был типичный парашник. Парашница. Стоит обращать внимание. Ну, кому как, Евгения. Здравствуйте. У нас, ну, здесь у вас Андрюша накосипорил. Очень сильно. Ну, понедельник у нас был, да, я уже пью. Вот, Андрюша накосипорил. Чего накосипорил? Офис тоже накосипорил, я так как называю. Смотрите, я, мало того, были мои трава как потребителя нарушены. А если вам, Евгения. Да. Вот я совершил покупку в понедельник на 9 тысяч 662 рубля. Качественным оказался из всех товаров только литмайонез Ряба стоимостью 149,90. Дорожая пачка. Все остальные товары оказались... Причите, я посмотрю. Пожалуйста, пожалуйста. Все остальные товары оказались с тех, сроками годности. Это по состоянию на 19 апреля. И обратите внимание. Среди этих товаров, вот все остальное на 9500 с копейками оказалось с тех, сроками годности, но... А две баночки с камчатскими крабами стоимостью 2880 с небольшими копеечками каждая была мной подарена одному моему знакомому. Вот. Я подарки обратно не забираю. Я прекрасно знаю, что 503-я статья Гражданского кодекса четко и ясно говорит о том, что при возврате денежных средств за некачественный товар продавец не вправе удерживать из суммы возврата стоимость, на которую понизилась стоимость товара вследствие его частичного или полного использования, потеря им товара вида, потеря органистических свойств и прочих подобных обстоятельств. Мне предлагали вернуть 3000 с чем-то рублей чисто за масло. Вот я был вынужден из-за, как бы помягче выразиться, тупости некоторых сотрудников, был вынужден ехать вчера в другой район, Новосельский остров. Живу сейчас на маршруту Блихера, пока у вас в Питере нахожусь. За этими баночками звонить ему, забирать вот пустые у него баночки, он съехал. Да? И ехать сюда вновь к вам. Мои права и так были нарушены, как потребителя, продан товар с тех, чем сроком годности, о чем была в досудебном порядке написана претензия к негердить предложение. Вы меня заставляете разъезжать на такси по всему городу. Немножечко, можно я вам хочу ремарочку? Вам было предложено сделать вам раз на все позиции, которые для октября 15-го числа. Нет. У меня есть видео подтверждающее. У нас тоже есть. Увидите, увидите... Токсины оплатили товар и передали корабль сразу за этим лицом. Увидите на YouTube-канале Клуб Патриот. Хорошо, да, посмотрите. Посмотрите обязательно. Я думаю, руководство вас тоже посмотрит. Мне предложили 3 тысячи с копейками рублей. Прямо приближали деньги из этих касс. Я сообщил, что половина возврата не имеет смысла, так как товары все не качаны. Я предложил посмотреть видеофайл Андрюше вашему. Не знаю, кто его заместительного директора поставил. Управляющий, точнее, да? Управляющий вас. И просто-напросто я еще и трассы лишних понес, о чем также будет вторая сегодня прецензия в любом случае написана. Старшая кассир почему-то обозвала меня мошенником, хотя права мои были нарушены торгом, как и я тем. Что за такое происходит у вас? Вот она. Галочки в этом чеке ставили. Галочки на оппозицию, которую вы получили. Галочки она ставила, как будто я купил качественный товар и попросил сделать возврат за качественный товар в связи с тем, что он мне не нужен. То есть у вас что, у вас это должно обратно выставиться на полке, если она вот прям галочками проверяет? Нет, если делается возврат, товар утилизируется некачественный. Утилизируется. Мне уже с трудом говорится, потому что она так скорпулезно в моем документе рисовала. Вот этот чек, он мой документ, он договор купли-продажи. Копию может себе оставить ваш старший кассир, а это оригинал, мой документ. Договор купли-продажи. Зачем она его изрисовала? Почему она мне его удерживала, не отдавала 10 минут? Она производила воздействие. Вы увидите обязательно кадры, где говорят, дайте мне мой чек. Она не отдаёт, дайте мне мой чек. Она пытается мне ссунуть копию, дайте мне оригинал моего чека. Все равно пытается мне ссунуть копию. У вас так принято или у вас малообразованный, низко пульсированный персонал? Оригинал сдаётся, да, сдаётся покупателю. Оригинал сдаётся, да вы что? Пожелание покупателя, остаётся покупателю. Вот когда сейчас полиция приедет, всё это оформит, вы сделаете за всё это возврат. Полицию уже вызвали. Он произведён уже на данной позиции. Здесь он был произведён, где кем не отдали. В 15-й час, вот сегодня мы вам его отдадим. Кого? А крабы мы бы делали возврат? Вы по всему чеку, кроме майонез, сделаете возврат. По всему чеку делаем возврат. Если вы вдруг с главой дружите, по всему кроме майонеза, майонез был качественным. Я вас услышала, произведём возврат. Вот, полиция всё это изымит, передаст уже в территориальный отдел Роспотребнадзор, сделаете возврат. Да, мы ждём полицию? Ну, пока ждём, конечно. Что вы моё можете? Я просто должна присутствовать рядом с вами? Вы знаете, я бы с удовольствием вам ответил на этот вопрос. Я бы сам был бы рад, если бы полиция работала примерно по той же системе, что и Uber такси, Яндекс такси. Если бы было написано там, до прибытия ментов осталось 40 минут, до прибытия ментов осталось 15 минут. Было бы идеально. Было бы идеально, я был бы счастлив. Знать не могу, вызову дублеру. Я бы сказал, к нам бы подарил знакомый. Как вы сидячий себе? Не знаю, не звони. Не звони, уйдёте, пожалуйста. Ваши родственники. Ну, не знаю, если что, родственники знают, Яндекс такси. Ваши интересы. Ваши интересы были не нарушать мои правы на потребительство ещё и в рамках 18-й статьи закон о защите права на потребительство. 19 апреля. Мне ваш офис прислал такую интересную отписку сегодня на электронную почту. Там что сказано, что 18-я статья о защите права на потребительство говорит об обязательном предоставлении товара. Но есть оговорка в виде 503-й статьи Гражданского кодекса. И вот, к сожалению, ни зам Андрюша, ни в офисе у вас об этом не понимается. Я бы им нужен тратить своё время, чтобы ехать сюда. Вам предлагали в тот же день 2-3 раза? Не полностью возврат мне предлагали. Не предлагали. Предлагали полностью, а в этом случае. Здесь не нужно брать, лгать. Потому что я бы сейчас сюда не приехал. Я бы не взял всё это обратно сказать, что половина, там возврат подождать, не имеет смысла. Я бы сейчас не возвращался сюда, через весь почти город. То есть, Александр Александрович, я так понимаю, что вы врёте, да, всё? Ну, наверное, вот, руководствуясь и плойкой. Покупатели всё врут, да? Давайте не будем работать, да, я этого не говорила. Но вот вы намекнули на это. Александр Александрович сказал, что возврата по крабам не будет, пока не будет предоставлен товар. Я его спросил. Товар, возврата, 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 возврата. Этот товар уже назвать нельзя. Понимаете? Этого не должно было быть наголка. Это должно было быть списано, утилизировано, исходить в статью расходов естественной потери торговых предприятий. Если у вас он засрочился, а не у нас, и вы этот товар торгового предприятия ООО «Призма» уже как раз-таки теряете, да, списываете. Это ваши потери. Так вот, я эти потери своими наличными средствами почему-то вам оплатил, получается, я бы. Понимаете, о чём я, да? Я могу вообще ни одной вот этой пачки масла вот не привезти, выкинуть в помойку. Вот показать вам видео, вы обязаны будете сделать этот возврат. Ещё раз объясняю, что 18-я статья... А это что, вам хранитель дерьма? Нет, я мог выкинуть. Я не для вас это привёз. Евгений, я, я не для вас это привёз. Вот, вы сейчас слышали, объявляли через колонку, заботились о гражданах, вы предупреждали их о наличии просрочной магазине. Слышали? Я привёз это для граждан, а не для вас. Чтобы гражданам издали заду вопрос, показать всё это, как подтверждение своих слов через данный чудо-опород. Вот, видите, вот так. Я думаю, что я уже перестал искупать в холодильник представителя ПО-опород. ПО-опород